В юности, захотев романтики, он поехал покорять тайгу в далекую Якутию. И неожиданно для самого себя стал диктором на местном телевидении. Его учителями были легендарный Юрий Левитан и неподражаемая Валентина Леонтьева. Много лет подряд именно он читал новости в программе «Время», а в его бархатный и мужественный голос были влюблены все женщины Советского Союза. Сегодня мой герой – диктор и телеведущий Евгений Кочергин. Евгений Александрович, здравствуйте! Я очень рада вас видеть. И я, самое главное, страшно рада вас слышать, как мне кажется и большинство телезрителей. Я начинаю программу всегда с вопроса о детстве, потому что из этого все потом складывается. А где вы росли, как вы росли, кем были ваши родители? Ну, вот я родился в 1945 году, сразу после войны, в одной станице, недалеко от Сталинграда, станица Клецкая, потому что там родители в это время находились. Отец после ранения на фронте пришел немного раньше окончания войны. Мама у меня была медсестра, она закончила акушерско-фельдшерское училище, а отец, он был сотрудником органов, как тогда говорили. Вот это мои родители. А мои предки – это донские казаки. Да. Ну, Сталинград, Волга, Дон. Потом их соединили, Волгодон получился. И, вы знаете, я хочу сказать, что вообще, вот сейчас по телевизору часто слышу об ужасах социализма, в котором мы жили в те годы. У меня было счастливое детство, несмотря на то, что оно было послевоенным. Понимаете, мы не голодали. Я ходил в детский сад, в Ясли, в детский сад, и там все было. И вот, знаете, из той поры, я до сих пор помню, хотя это было ведь очень давно, директора нашего детского сада, Татьяна Тихоновна Фролова была. И вот, я помню, на стене портрет Сталина, большой, и Татьяна Тихоновна, она была коммунист, и такой, причем коммунист настоящий, прошедшая войну. И когда подходил какой-нибудь праздник, например, 7 ноября, и она перед нами детьми держала речь. Дорогие дети! Под руководством! И пошло там дальше. И я все время, мне тогда было как-то... Я мальчишка был маленький, мне было странно. Думаю, а что это она так, это как-то... Вот до сих пор я помню этот напор, и вот этот вот, знаете, такой трибунный голос. Да, и вот нам, перед кем? Перед вот такими сопляками. Но это производило впечатление. А я иногда думаю, а может быть, оттуда пошло вот это умение говорить на публику, потому что это отложилось под сознанием. Я вот в детстве, помню, был маленьким мальчишкой и слушал радио. Тогда радио было главное. Эти прекрасные радиопостановки малого театра, театру микрофона. Эти прекрасные голоса дикторов. И я помню, ну, Левитан, само собой, это голос эпохи, голос войны. Но я помню и прекрасных других дикторов. И я их тогда помнил фамилии Эммануил Тобяш, Ольга Высоцкая, Оленина. Моя учитель Людмила Кайгородова, Георгий Шумаков. И до сих пор. И потом вдруг я оказался среди них в 70-х годах. Когда я появился первый раз на радио, я ходил, боясь поднять глаза. Думал, что... Они подумают, что я их разглядываю. Я думал, господи, смогу ли я соответствовать этим людям? Сейчас на телевидении вообще утрачена вот культура красивого чтения, голосового. Голос – одно из мощнейших средств выразительности. Согласитесь? Конечно. Иногда идет громадный мужчина, красавец, и вдруг он запищал высоким голосом. Разрушение образа полное. Полное. Так и есть. Почему раньше такое значение придавали голосам на радио и на телевидении? Потому что это притягивало, это заставляло слушать Игорь Леонидович Кириллов и Евгений Суслов и Виктор Балашов, который похож был на Левитана, и он знал это, ему это нравилось, что он похож. Играл. И он играл этим. Да, вот это. Внимание говорит и показывает Москва. И даже в жизни, когда мы где-то с ним бывали, и он, ну, можно уж говорить, ну, как-то, знаете, по-дикторски говорить в трамвае, ну, не совсем. Удобно. Но он и там. Ну и, конечно, весь трамвай. Да-да-да-да. Как? Это он. 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 Да-да-да. Я помню, вот, какой-нибудь 7 ноября демонстрация на Красной площади вы и Шатилова, тоже наша любимая. И вот эта вот, а вот эта картинка, интервидение, когда там все ушло, центральное телевидение и всесоюзное радио, да. И начинается вот это вот здравствуйте, товарищи, да. О, вот это просто примета времени, счастья. И у кого этого не было, тот не жил. Да нет, ну... А вы понимаете, что? Ведь голос, он и придает и величие моменту. К абсолютному. В 95-м году было, на 50-летие Победы, сделали прекрасный по задумке парад, но не подобрали голоса. Вели парад и открытие должны были вести просто корреспонденты. Причем корреспонденты с не очень красивыми голосами. Вот здесь был прокол. Идут, тогда был задуман парад победителей, когда по Красной площади шли уже старые ветераны, еще. Ну, еще их набрали. Было больше, чем мы сейчас. И вот эти уже пожилые люди, а ведь был Клинтон здесь, он говорит, мы, говорит, заплакали, когда увидели этих людей. Уже они сагбенные. Но это те, кто отстоял вообще мир на земле и победил фашизм. И, говорит, вот они идут, а там что-то... Кто-то что-то щебетит. И вот позвонили, я помню, мне сразу, езжай на Поклонную гору, открывать Поклонную, ну, торжества. И ко мне потом эти же их перевезли с Красной площади на Поклонную гору. Они ко мне подходили, когда я начал, внимание, говорит и показывает Москва, смотрите и слушайте Поклонную гору. Сегодня здесь. И он мне, говорит, я, говорит, другу стал, наливай. День победы начался. День победы начался. Понимаете что? Я не себя здесь прославляю. Я понимаю прекрасно. Дело совершенно не в прославлении. Я просто хочу сказать молодым телезрителям про голоса и про серьезность момента. Например, Левитан, Юрий Борисович, который не был министром обороны в Советском Союзе, он был объявлен фашистской Германии личным врагом Гитлера. Настолько считалось, что его голос укрепляет дух. Конечно. Его нужно было убить, чтобы он не звучал. Ведь там интонация еще как очень важна была. Вот та интонация, когда он объявлял, что мы сдали какой-то город. Но в этом не было, понимаете, что настроение пораженчества. Да, да, да. Безысходности. Он давал все равно перспективу, что да, сегодня мы отступили, но завтра мы начнем наступать. А на ваш голос первым кто обратил внимание, что вы говорите не так, как все? Вообще, у меня вот в детстве был очень высокий голос, и я хорошо пел. У меня голос был, как у Робертина Лоретти. Вот я вам честно говорю. А потом голос начал мутировать, тестостерона стала прибавляться, и начал голос появляться. Я специально голосом не занимался. Я занимался в основном мастерством. Манера подачи, стиль, мастерство осмысленного чтения, подтексты. Евгений Александрович, а вот школу вы где закончили? В Волгограде. В Волгограде. Юг России. Говор. Татьяна, я некоторое время работал преподавателем дикторского мастерства в Институте повышения квалификации. Южные районы, Краснодарский край, Ставропольский, Ростовская область, это самые сложные по исправлению их речи в правильную русскую. Да, да, по переучиванию. Интонации все непонятные. Да, да, да. Да ты что? Поэтому я вот говорил, я говорю, я с вами мучаюсь. Для меня тоже много было открытий. Когда я пришел работать диктором, мне стали указывать, что не все, я правильно говорю, что есть словарь, вот посмотри. А учились? Вы закончили школу и куда пошли учиться? Я закончил вообще финансово-экономический институт факультет политэкономии. Я политэконом по специальности. Мне это нравилось. А это все в Волгограде? Нет, это уже в Москве. А перед этим, у меня, конечно, сложная биография, перед этим я учился три курса в институте радиоэлектроники. Ну, я понял, что как-то что-то мне дальше не хочется там учиться. Но, вы знаете, вот эта учеба в институте радиоэлектроники, она дала мне возможность потом работать преподавателем физики и математики в школе. Я преподавал физику и математику в средней школе и в вечерней школе преподавал. У меня была хорошая поступаемость в институты. Из ваших классов? А сколько вы работали, Евгений Александрович? Около шести лет. Ой, прилично. А потом что было? А потом вдруг я оказываюсь среди Левитана, Высоцкой. Ну, вот как это вдруг-то вот это произошло? Ну, это вдруг, знаете, это окольный путь. Тогда была таёжная романтика. Романтика, да. Вот вы помните Братск, эти песни. Конечно. Устилимск, Сенегорьская ГЭС. И, вы знаете, молодёжь стремилась туда. И меня знакомые ребята, ну, и девушки, давай, говорит, поедем. Вот город Мирный, Якутия, там, где алмазы добывают. Ну, утилитарно, заработаем на кооперативные квартиры, грубо говоря. Ну, вот и поехали туда, и там открылась студия телевидения. А в Мирный-то вы кем поехали? Да никем. Просто так вот? Да никем. Я и там преподавал. Не, не по набору, сами. Сели на самолёт и прилетели. Прилетели, ни работа, ничего. И постепенно это было, да, авантюра в чистом виде. И оказался я там на телевидении, прошёл конкурс, а там потом после этого меня направили на курсы в Москву, и я оказался среди этих всех необыкновенных людей. Этих всех необыкновенных. А романтика-то оправдалась? Вы знаете, в какой-то степени, да, вы знаете, в какой-то степени, да, а я еду, а я еду за туманом, за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Запах тайги до сих пор у меня в голове. Оказавшись в Москве, вы оказались на радио где? На Шаболовке или где? Нет, радио было на Пятницкой 25. На Пятницкой. Там был радиокомитет, где восседал наш всесильный Сергей Георгиевич Лапин. Да, и вот там был дикторский отдел. И круглосуточное вещание было. И там бригада, которая выходила работать в ночь, половина бригады ложилась спать, а половина бригады работала до 4 утра. Потом в 4 утра та, которая бригада с 12 ночи работала до 4, ложилась спать, а та вставала. Да, и часто были курьезы, как там в одних трусах и в комбинациях подскакивали к микрофонам. И как, вот что там началось у вас за жизнь? В радио подетесь? Вот какое счастье, вот такое вот было. Вот какое счастье, что я вот здесь, что я вот с ними, что они ко мне хорошо относятся, что у меня... А хорошо относились? Хорошо относились, что у меня получается работать с ними, потому что парное чтение было. Я читал там и с Ириной Ложкиной, и с Лидией Черных, и с Кайгородовой, уже в эфир, всесоюзный эфир. Говорит Москва. Передаем последние известия. Первый эфир был страшный? Ну, мне было не страшно. Потом, кто слышал, даже там... Да, да, из начальства. Не из начальства, в Якутии. Слышали. Они были страшно рады. В другого... Женька! Да, наш звучит из радио. Они говорили, ну, как будто так и надо. То есть, на уровне, понимаете? Вот, что для диктора важно? Вот, не какие тут особо уж специальные знания, а умение верно ориентироваться. Я читаю, и я должен в этом ориентироваться. Я, может быть, не могу знать деталей. Это знает аналитик, это знает политобозреватель, который этим специально занимается по этой стране. Но я знаю, что это за страна, какой в ней строй, почему это случилось. У меня это в подсознании и есть. Я грамотный человек. Понимаете? Понимаю, да. Вот, когда ты оснащен всем этим, тогда у тебя и получается. Вот, ты рисуешь. Евгений Александрович, а сколько времени вы проработали на радио, прежде чем оказались на телевидении? На радио я проработал очень мало. Хочу вам сказать сразу, потому что мой педагог Георгий Сергеевич Шумаков, он сказал, Женя, тебе на радио делать нечего, иди на телевидение. Я говорю, ну, Георгий Сергеевич, ну как вот иди на телевидение? Что значит иди, да? Ну, пришел. Вот я. Вот я пришел. Мне сказали, иди. Он говорит, ну, ты иди. А я Игорю Леонидовичу Кириллову позвоню. Я говорю, Георгий Сергеевич, а мне, кстати, радио очень нравилось. Там много работы, чтения много было, а я это страшно люблю. Люблю. Да. Поэтому я и любил читать речи Брежнева большие с листа. Телевидение мне казалось тоже, там все звезды, боже мой, тоже, как я там среди них буду, там Леонтьева, Шилова, Кириллов, там, Господи, да они меня затопчут. Нет, ничего. Пришел и подошел к Игорю Леонидовичу, тогда рассказал немного о себе. Он говорит, ну, надо посмотреть, через камеру послушать. Волос, да. Да. Назначили мне день, я прихожу, он, и позвали режиссера с программы «Время», Татьяну Вишневую. Кстати, она сыграла очень положительную роль вот в этом моем успехе первом. Она же мне потом рассказывала, когда уже мы стали с ней постоянно работать, и когда отношения стали довольно близкими. Дружескими. Дружескими, да. Она говорит, ну, вот ты когда там все это прочитал, ну, хорошо справился. Кирилл впорачивается и спрашивает, ну, что, берем? Ну, конечно. Она. Ну, мол, вот там все есть. Ну, а я вот знаю, там одна режиссер была, она была очень требовательная, и она очень талантливая, и не всегда вот справедливая. Вот это вот в ней было. Ну, а если бы она сидела, она могла сказать, да, ну. Да, ну, да. А тут вот, понимаете, все сложилось. Раз и совпало, да. Все получилось. Анну Николаевну, послушаем Шатюму. В Останкино у нас собрание, и смотрю, в нашем отделе появился молодой человек, какой-то необычный, голубоглазый, шевелюра, кудрявый. Я у кого-то спрашиваю, я говорю, это кто? А это, говорит, новый диктор к нам пришел. Женя очень образован, он очень много читает, он очень много знает, он очень образован, грамотен, как специалист русского языка. Вот с ним тоже спокойно. Что-то не уверен? Жень, если Женя сказал, можешь не сомневаться и к словарю не обращаться. Женя с юмором, с ним легко. Вот с кем обожаю работать. А еще какие у диктора должны быть качества? Вот по тем требованиям центрального телевидения. Хороший полетный голос. Полетный, это что значит? Чтобы он не вот здесь держать его, а чтобы он летел. Вот, понимаете, с посылом. Телевизионная внешность, чтобы он приятен был для глаза. Для глаза. Мастерство осмысленного чтения. Не бубнить по бумажке, понимаете? Это вот сейчас никто не умеет. Вот никто не умеет. Вот мастерство осмысленного чтения утрачено. Ты не можешь быть бесстрастным. Понимаете? Ты можешь читать хорошо, выразительно, но не подкладывать подтекст. А подтекст это единственное вот такое вот средство выразить свое отношение к читаемому. Вот смотрите, например, я читаю. в российско-американских отношениях там, ну, и читаю. Да, пока не очень. Вот с таким подтекстом я читаю. Читаю там, например, российско-китайские отношения переживают новый подъем. Это хорошо. Это требует и интонацию соответствующую. Там, к сожалению, такое пока непонятное. Здесь идет пока все по нарастающей. Отлично. Вот эти вот подтексты, это вот и есть основа дикторского мастера. Она мало кому дается. Мало кому, да, согласна. некоторые даже не понимают, что это есть. Педагог была моя, Нина Владимировна Кондратова, одна из первых дикторов, когда было их три. То есть, педагог, она какой была? Она мне преподавала философию моей профессии. Она была очень умна и очень образована. И вот я уже с Красной площади веду трансляции, я уже как бы признан, все, я в этом деле мастер. Ну, как бы мастер уже, скромно скажу. А она сидит и пишет, слушая трансляцию. А потом мне вот такое предъявляет досье. Вот тут не так, вот тут не туда, вот тут не сюда, вот здесь интонация не та. Я уже, господи, ну что это? Что за предимки, да? Ну, когда уж это кончится. Вот. Потом посижу, подумаю, а ведь милая, ты права, абсолютно. Я когда анализировать начинаю все это, и вот Кириллов мне он все время говорил, он и сейчас вспоминает. Говорит, ты единственный, ну, практически единственный, кто правильно воспринимает критику. Он мне тоже много критических, ему не все нравилось, как я начинал работать, он считал, что у меня мало темперамента, что я не зажигаю зрителей, вот такой экспрессивной подачей. А я, ну, как, Игорь Леонидович, ну, критика-то, она же конструктивная, это же не просто критиканство, вот он мне не нравится, и все. И он говорит, ну, нас не очень любят коллеги твои критику. Я говорю, ее никто не любит, Игорь Леонидович. Это правда. Давайте еще сейчас Таню послушаем судец. Татьяна Судец. Женя был молодой, Есенин, просто вот один в один. Конечно же, он нравился женщинам и с голосом, с таким красивым, с подачей, но он пришел уже готовым диктором. Он со всеми был очень обходителен, он же у нас был секретарем партийной организации, он очень умный человек, и много знает, очень много знает о песнях, о тех песнях. С ним поговорить одно удовольствие, он все песни знает, он знает всех авторов. Он как редактор музыкальный может работать. Он кладезь просто. А потом его смех, он всегда так вальяжно себя вел. Ну, красивый человек, что говорится. Он, в отличие от многих мужчин, он никогда себе не позволял ходить вот в этих, вот в каких-то там этих брюках, не к лаженам прийти. Он действительно щеголь. Такой импозантный мужчина. Но я считаю, что это еще заслуга и Нины. А вот в прямом эфире, опять же, тогдашнего центрального телевидения, что было самое страшное? Я всегда боялся, знаете, исказить смысл читаемого. Потому что такие случаи могли быть. Вот смотрите, речи Брежнева и вообще вот какие-то политические тексты большие, они нам давались невычтанными. То есть редактор с ними не работал и ошибки там не исправлял. А ошибок было много там. И вообще, эти тексты были не для чтения в эфир, а вот для чтения, вот сидеть и разбираться. А тут разбираться некогда. Некогда. Это сейчас электронная почта, все там это. А раньше стояли так называемые телетайпы, которые били текст на бумагу. И отрывали, и нам приносили в студию оторванный этот текст. И было много моментов, когда телетайп не успевал за нами. Я уже читал текст, который мне принесли, а он еще там добивает. Ой, кошмар. А редактор стоит, трясется весь, не знает, что делать. А я трясусь, сижу, что мне делать? Вот текст заканчивается у меня, а мне еще не поднесли. Продолжение. Начинаешь читать медленно. Ну вот представь себе, я читаю там что-то о внешней, внутренней политике Советского Союза, и вдруг замолкаю. А замолкаю, потому что текст не принесли. Ой, кошмар. Какая может быть импровизация здесь? Это невозможно. Невозможно. Да. Приносят. Читаешь. Мы всегда гордились успехами капитализма вместо социализма. Опечатка. Опечатка. Я всегда говорил, ребята, читайте по мысли. Вот Кириллов, я не хвалюсь, мы практически не ошибались. Вот такие вот тексты читали, я сейчас думаю, господи, как это получалось? Как это возможно, да? Как это возможно? Ни одной ошибки не делали. Причем в тексте ошибки были, мы их по ходу исправляли. Исправляли. Ну, причем странно было, вы знаете, относились редакторы к этому. Ну, вот иногда ошибки допускали какие-то, ну, оговорки там, какое-нибудь дурацкое, неискажение смысла, это ничего. И вот входишь после программы время на выпуск, и тут тебе, ну, что же ты? Да при всех. Маху дал. И стоишь, не знаешь, что ответить на это. А бывает, вот покажу, захожу, редактору говорю, подойди, и показываю ошибку в тексте, которую, а ты как, а ты как сказал? Ага, я правильно. Я правильно сказал. Не говори никому. Конечно, конечно, конечно. Евгений Александрович, а за что могли уволить с телевидения? Единственное, уволили за то, что он голосом Брежнева говорил, это Ткаченко, Витя, и не покойного, но он злоупотребил этим. У него актерский талант, он хороший имитатор голосов. И у него очень похоже получалось вот говорить на Брежнева. И он этим начал злоупотреблять. Как где-то, так начинает. Ну, донесли, конечно, донесли Лапину. Лапин вызвал и говорит, не делайте этого. Вот. Пожурил его. Пожурил. Да. Не удержался. И где-то опять повторил. Опять его Лапин вызвал. Да. Я вас предупреждаю, последний раз. Если вы еще себе позволите это, вы будете уволены. Опять не удержался. Понятно. И, причем, поехал к сыну на присягу в армию. Там, командиры этой части, где он принимал присягу, конечно, накрыли стол. Ну, конечно, и в лицо его все знают. Ну, и Виктор, вот это, дарай, друзья. Ну, и донесли, и он был уволен. А вот у вас, когда началась слава, все же знали в лицо, Евгений Александрович. Как-то вот славы не было. Ну, что значит слава? Ну, как не было? Ну, я же не Киркоров там. Да и нет. Ну, при чем тут Киркоров? Ну, нет. Вот у них слава там. У нас популярность. Популярность? Нет, смотрите, телевизионные дикторы женщины были самые модные и самые красивые. Мужчины были самые элегантные и самые интересные. По вам же страна вся ориентировалась. Кто как одет, кто как сидит. Ну, мы-то мужчины, нормально, классика. А женщины, да, они у нас, ну, они его хищрялись. Вы знаете, экран, он ведь меняет. Он не показывает текстуру ткани. Он не показывает Они часто из очень дешевой ткани получалась очень красивая вещь на экране. У нас единственный, кто одевался, тогда же березки были, где за иностранную валюту покупали. А у нее кто-то там из родственников или знакомых, кто-то работал. И вот у нас, конечно, самая модная и самая вот такая это Света Маргунова была. Она была одета из березки, на ней были украшения. А у нас мужчин была, забыл, какая секция в ГУМе, где одевались члены политбюро. И мы были присоединены к ней. Но что там нам? Рубашка, костюм, галстук и обувь. Ну, больше нам ничего и не надо было. Единственный раз я там попросил, там были очень красивые куртки кожаные. У меня как раз ее не было. Я попросил, я говорю, нельзя ли мне? Нет, нет, вы что? Ой, какая жалость. Куртку не дали человеку. Кошмар. А поклонницы очень интересно, Анна Николаевна рассказывала про поклонников, про своих, ну, смешные какие-то истории. Например, однажды ей прислали ящик фейхоа, и она, значит, с этим ящиком притащилась домой, и они с мужем разглядывали, ну, не понимали чуть такое, да. До этого они этого не пробовали. Нет. А у вас автографы брали, может, ящик бананов прислали? Нет. Мне подарили однажды мешок семечек. Прекрасно. В Ставрополе, да. После концерта мне мешок семечек, и, значит, когда я проходил в самолет, ну, садились, и там, где шла регистрация, он у меня развязался, и все это высыпалось. И я вот так вот сгребал все это в этот мешок, да, собирал, люди вокруг смеялись, ну, ну, а что мне оставалось делать? Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент из одного фильма. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль спутник Восток с человеком на борту. пилотом-космонавтом космического корабля спутника Восток является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Ну, это... Ну, это был какой-то фильм. Документальный фильм. Он называется 12 апреля 1961 года. Ну, вот я первый раз вижу. Да что вы говорите? Я не видел ничего это. Да. Мне, конечно, это не нравится. Ну, понятно. Как сам голос, мне кажется, не очень звучал. Вот на скорую руку мы как-то делали. Вот. Мне кажется, это похоже прямо на Левитана. Да вот люди говорят, похоже, но я сам себе самый строгий критик. Конечно. Я бы вот сейчас бы я бы сделал это, конечно, передаем больше, ну, нутра надо было, больше тембра. Как-то можно было сделать получше. Ну, ничего. Было и было в моей жизни. Нет, это очень любопытно, потому что вот эти ваши голоса нас сопровождают всю жизнь. И не только в документальном фильме, где сейчас нам это показали, но и на Красной площади, когда трансляции все вели. разные торжества, потом наоборот, какие-нибудь вот похороны вождей. Помните, они как все стали друг за другом? Ну, я тоже участвовал в этом. Потому как вы здоровались, было понятно, ну, опять, что-то такое. И сразу было понятно, что весь день будет трансляция Лебединого озера. Ну, классической музыки. Лебединое озеро, это как бы олицетворяет ГКЧП. Действительно, и забыла, что Лебединое озеро, это ГКЧП, 19 августа 91-го года. И вы зачитывали заявление. Да, заявление ГКЧП от Шебека. С Шебека, с Верой, да? Да. Это было страшно? Ну, вот, морально. Что-то же сломалось окончательно. Я бы сказал так. Это было непонятно. Непонятно. Цель вроде бы понятна. Сохранить страну. Та оценка, вот, которую я читаю там, общественно-политической ситуации в стране, экономической, она верная. Но ощущение того, что это делается как-то не так, нерешительно. Вот этот Янаев, кто он такой? Кто он такой, да? Откуда он взялся? Там эти, которые с ним рядом сидели. Перепуганные люди. Потом я помню, Лена Поздняк, режиссёр наш, очень хорошая, из программы «Время», она показала трясущиеся руки Янаева, ей сказали вырезать, она не вырезала. В этом тоже было что-то, но с трясущимися руками переворот, по-моему, не делают. Тут нужна... Железная рука. Да. Ну, а потом, как-то вот, всё, и после этого пошло всё на телевидении для нас, дикторов, под откос. Понимаете, пришли новые времена, потребовались новые лица, и нас, дикторов, постепенно отлучили от информационных программ. Ну, причём, вот вы знаете, не очень хорошо повелись о коллеге нашей, которые работали редакторами в программе «Время». Они полезли на экран сразу. Ведь они, собственно, как и мы, были соучастниками всех тех процессов, которые были до этого. Происходили, конечно. Тем более, я говорю, на вас ещё больше лежит, так сказать, ответственность. Вы писали, а мы читали. Да, вы, так сказать, носители информации, конечно. А мы передатчики. А вы передатчики. Выразительно, красиво, но. С чувством, грамотно. Да, но. Да, ну, их тоже потом быстро оттуда убрали. У нас, у зрителей, вот это отлучение дикторов от эфира, оно прошло по ночам в незаметном, потому что действительно пришли молодые, горячие, которые вот так сидели, вот так, и как угодно, и это было ново, и нам это нравилось. Конечно. Потом мы начали скучать, причём я помню, что скучать начали очень быстро. Где-то, наверное, через год все как-то подустали вот от... Да, да, да. Ну, вот он сидит так, да, и месяц сидит, и другой сидит, а слушать его неинтересно, потому что он не умеет говорить. И вот этот подтекст он не ловит, потому что он его не ловит. Вот для вас, для дикторов, вот это отлучение от эфира, это трагедия была или естественный ход вещей, Евгений Александрович? Для многих была трагедия, потому что эти люди ничего больше другого не умели. Для меня это, ну, было очень грустно, болезненно, но не трагично, потому что меня взяли, такая дневная программа была, деловая Россия. Деловая Россия, да. И вот туда меня взяли уже, как понимаете, не просто диктора, меня взяли туда обозревателем. Я с экономическими знаниями, и поэтому вот мое там присутствие, оно было вполне оправдано. Для меня вот этот процесс отлучения и перехода, он был менее болезненным, чем для тех, кто не знал, куда дальше деваться. Кто-то сумел там на радио, кто-то преподавать пошел, ну, как-то вот, кто-то в редакторы, а кто-то никуда. А вот Валентина Михайловна, Леонтьева, она, по-моему, так и зачахла после расформирования. Вот она вообще-то была фанатичка телевидения. Да, да, да. Она лишилась всего. Раньше она жила полноценной телевизионной жизнью. В гостях у сказки, умелые руки там, я не знаю... А втей души. А втей души, конечно. Спокойной ночи малыши, да. Много у нее чего было, концерты, любимица всенародная, и вдруг пустота. И она стала у нас просто контролером. Ей выделили видеомагнитофон какой-то, допотопной. Да, да, да. И она нас всех записывала. Ой. И складывала. А я говорю, а что, Валентина Михайловна, вы будете разборки с нами, что ли, делать? Какие-то проводить, да. Да. Да нет. И все. Потом мы с ней стали ездить. Ну, я вижу, что она погибает. Я говорю, Валентина Михайловна, давайте вот что сделаем. Вас хотят видеть в регионах. Она говорит, ты знаешь, мне поступает предложение проводить вот что-то типа от всей души. Но только не эфирно, а во дворце культуры с коллективом завода, тогда еще заводы не распались, их не разогнали. Она говорит, но я не могу, понимаешь, опуститься ниже того уровня, который у меня был на телевидении. Я ведь эти передачи готовила по три месяца. Да запятой все учила. И причем она и говорила, тебе ложатся с мужьями спать, а я с текстом. Да. И говорит, ну как, мы же не освоим с тобой там за два-три дня. Ну приедем мы на два-три дня раньше там мероприятия этого. Мы, конечно, но я не выучу. Я говорю, Валентина Михайловна, давайте попробуем так. Вести на пару. Вы берете две-три самые яркие судьбы, обыгрываете их с вашими интонациями, с вашим вот умением, мастерством подать. С этой подачей. Да, подать то, как надо. Вот. А я говорю, а я пристроюсь рядом с вами. Меня знают и мне доверяют. И слышат, конечно, конечно. А я буду и в текст подглядывать, про других рассказывать. Вот вы там... И нагрузку на себя возьму. Да, да. Вот вы там основную. Там, предположим, у человека 15. Ну вот вы про троих, а я про остальных 12. И вот так мы с ней стали ездить по стране. И она ожила, и, в общем-то, ты давала возможность ей существовать. Нам платили гонорары. Так вот какое-то время мы и существовали. Ведь Валентина Михайловна, она ведь была уже очень пожилым человеком, когда вот мы с ней этим занимались. Ей было далеко за 70. Да что вы! Конечно. Это не то, что трагедии ее молодой полной сил изгнали. Жизнь на экране она прожила. Она прожила, и прекрасно прожила. И она гордость нашего телевидения, классика. Мы с ней дружили. Ну вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу, чтобы сейчас сказала Елена Коваленко. Он такой правильный человек очень, понимаете. Видимо, вот, все-таки, мне кажется, сказываются какие-то его гены такие, казачьи. Потому что, в общем-то, казаки, они живут по своему укладу, по своим правилам. И вот мне кажется, что Женя так вот, в общем-то, свою жизнь и выстраивал. Вот все должно быть как бы правильно. В доме должен быть всегда порядок. Я помню, как он мне рассказывал. Я вот всегда от своих девчонок требую, чтобы кровать всегда с утра была застелена. Мало ли, вдруг кто-нибудь к нам зайдет, чтобы все было в доме идеально. Вы требовательный человек? Да. В быту? Да, я требовательный в быту. Я и сам себе спуску не даю. Я никогда не хожу расхлябанным. Расхлябанным. Меня не застанешь врасплох. Я вот так скажу. Евгений Александрович, а для того, чтобы состояться, нужно ли жертвовать всем частной жизнью, общением с детьми, как вот Валентина Михайловна, которая не мыслила никакой другой жизни, кроме жизненной телевидения. Или есть какой-то обходной путь? Вы знаете, мне телевидение никогда не мешало моей личной жизни. Я хорошо выстраивал баланс. я любил свою работу. Это были счастливые годы моей жизни, но она никогда не вредила существованию и быту. Вот надо уметь это. Валентина Михайловна, она фанатично была предана. Вот это было ее... Но фанатизм, он во всем плох, понимаете? Вот она так переживала мелочь, а что-то там не дали провести. Валентина Михайловна, по-моему, вы от телевидения получили все. Вы лауреат государственной премии. Вы народная артистка СССР. Вас знает и любит. Знать, но вас и любит к тому же вся страна. Я говорю, ну что вы, я говорю. Ну царите, я говорю. У вас две внучки, правильно я говорю? А сколько им лет, Евгений Александрович? Одной девять, ну вот будет десять, а другой будет вот четыре. А никакие вот эти современные девицы, у которых абсолютно знаменитый дед и абсолютно, я так понимаю, построенная бабушка дедом. Любовь к порядку это не значит, что это палочная дисциплина. Нет, нет, это я так предполагаю. Я понимаю, а я тоже шучу. Но вот знаете, девочки, во-первых, они как-то не могут оценить вот меня. Но еще времени пришло, они маловаты. Поэтому им как-то, им как-то, нет, а к тому времени уже это все забудется. Ничего не забудется, что вы придумываете? Вон Юрий Борисович, Левитан, он что, забылся кем-то? Ну это Юрий Борисович, я-то не Юрий Борисович. А Леонтьева. Ну это Леонтьева. Ну это Леонтьева. А это Кочергин. Ну они какие? Вот что в них такого интересного для вас? Да мне в них все интересно. Понимаете, я их очень люблю. Вот это радость и счастье и все. А вы строгий, дед, или они вьют из вас веревки? Они веревки из меня не вьют. Я, конечно, дед строгий. Старшая мне говорит, деда, вот ты меня все время ругаешь. Я говорю, ты понимаешь, что, Настя, если бы я тебя не любил, я бы тебя не ругал. Я хочу, чтобы ты выросла хорошей девочкой. Если я буду все время тебе попустительствовать, ну что из тебя вырастет? Ну? Настя, вот смотри, дед, правда, иногда тебя поругивает не потому, что он хочет настоять на своем обязательно, а потому, что просто он немножко больше и лучше понимает жизни, и со временем это и тебе тоже станет понятно, Настя. Поэтому вот я тебя прошу, как девочка, девочку, ты на деда не обижайся вообще никогда. Даже если ты вот совсем не хочешь делать то, что он тебе говорит, ты не делай, но сделай вид, что делаешь. Каждый мужчина на эту удочку попадается, и дед попадется. Вот последняя сентринца, я не совсем с ней согласен. Евгений Кочергин легенда нашего телевидения. Его голос каждый из нас узнает из тысячи. Он настоящий профессионал, неравнодушный и честный. И нам важно учиться такому же отношению к делу.